Пластиковый пакет Несколько лет назад вместе с мужем открыла кофейню в Новом Уренгое. Привычку к осознанному потреблению теперь старается сформировать и у своих посетителей. Делает небольшую скидку тем, кто приходит со своим многоразовым стаканом. Около трех лет назад я начала внедрять свои экологические привычки. И вот уже три года я пользуюсь многоразовыми стаканчиками. Пандемия подтолкнула Веронику завести еще одну эко-привычку – разделять отходы. Пункт сбора долго искать не пришлось. Здравствуйте. Я хочу сдать вторсырье. Отлично. Да, давайте показывайте, что у вас есть. От зубной щетки до пластиковых карт здесь принимают практически все вторичные отходы. Добровольческое объединение «Круговорот» работает в Тюмени уже 8 лет. Сначала ютились на 50 квадратных метрах, сейчас не хватает и 100. Каждый день сюда приносят десятки килограммов макулатуры и пластика. Мотивация у людей разная. Очень много людей приходит к раздельному сбору после рождения детей, потому что понимают, что ресурсов окружающей среды для следующих поколений не хватит и надо уже сейчас что-то с этим делать. Мне кажется, начинать с себя. И ребенка учить тоже. И сортировать мусор. Тоже классная идея. Ну, на правильный мусорить. Тебе попало. Все в сумку складывать. С одной стороны, правильно. Конечно, разделять-то нужно. Но вы когда-нибудь были на городских свалках? Вряд ли там есть разделение. Для сравнения, одна пластиковая бутылка разлагается в почве в среднем 500 лет. Полиэтиленовому пакету на это потребуется значительно больше времени, вплоть до тысячи. А стаканчик из-под кофе может лежать в земле три сотни лет. Здесь есть пластик. Пластик отдельно, пищевые отходы отдельно. Эту привычку в свою повседневную жизнь Елена Погорецкая ввела совсем недавно. Также есть такая привычка, когда я гуляю с собакой, мы иногда во время прогулки тоже собираем мусор. Елена – волонтер, и главная мотивация для нее – заразить своим примером других людей. Текст прочитан, и этот листок, распечатанный с двух сторон, можно выбросить. В нашей редакции мы завели правило складывать использованную бумагу в один контейнер. Все, что накопится, мы сдаем в переработку. После из этой бумаги сделают, например, еще одну вот такую коробку. Репортаж о полезных привычках подготовили Анна Селезнева, Марина Осколкова, Анна Мирошниченко. Специально для программы «Время Ямала».